Что будет в новом эпизоде Харт Унд? Сможет ли Айше убедить Ферит уйти? Она выходит замуж за Ферит Ханде. Наладятся ли отношения между Азади Ханым и Ферит? Все и многое другое теперь в этом видео. Если вы не хотите выходить замуж за Ферит Ханде, прежде чем переходить к нашему видео, не забудьте поставить лайк нашему видео. Айше убеждена, что они не могут жить своей любовью вместе с Ферит. Сколько не умаляет Ферит, Айше уговорит его развестись. Попытка Ханде покончить жизнь самоубийством из-за них создаст ощущение, что Айше должна покинуть Ферит. Айше пойдет дальше и попросит Ферит выйти замуж за Ханде. Тот факт, что дама Азади также желает в этом направлении, поставит Ферит перед неразрешимой дилеммой. Ханде продолжит попытки привести Ферти к свадебному столу, как она пожелает. Азади, который узнает, что она уезжает с Айше, простит Ферти и попросит ее вернуться в особняк и компания. Но Ферит не будет похож на старого Ферита, он превратится в человека, который действует так, как они хотят, и ежеминутно несчастен. Дама Азади проигнорирует несчастье Ферит и будет ждать, пока Айше со временем привыкнет к ее отсутствию. В то время как Зюмрут Ханым и Хусейн Бей думали, что у Хабди была потеря памяти после попытки самоубийства, они узнают, что Ханде на самом деле вполне здорова. Однако, в то время как Ханде говорит своим родителям, что она здорова и у нее нет потери памяти, она будет притворяться, что потеряла память для всех остальных. Он попытается реализовать свой план женитьбы, притворившись, что помнит время, когда они были помолвлены с Ферит в этой игре. С другой стороны, Зюмрут Анмрана или поздно раскроет тот факт, что Хусейн Бей является убийцей Баха. А теперь давайте вместе посмотрим, что произошло в последнем эпизоде. Айше пришла в суд по делу и Ферит ее защищает. Он пытается доказать невиновность Айше доказательствами. Во-первых, он сказал, что купил билет до Стамбула до того, как Баха был застрелен, и в этот момент пришел телефон, и он сказал, что уехал мгновенно. Эту ситуацию подтвердил кассир, оформивший билет. Кроме того, когда он спросил другого свидетеля, видел ли он, как Айше стреляла из пистолета в руке, пока он был с Баха, он сказал, что не видел никаких свидетелей. В результате анализа крови на Ферите он доказал, что Айше делали укол. Кроме того, невиновность Айше была подтверждена после того, как сообщения о недавно выпущенном пистолете подтвердили, что в нее стреляли с расстояния. В частности, выяснилось, что убийство Баха с целью спасти Айше было самообороной. Учитывая это, судья говорит, что нет уверенности в том, что Айше совершила преступление и освобождает Айше. Синан сообщает людям в особняке, что Ферит спасла Айше. Однако Азаде не нравится, что в особняке упоминается имя Ферита. Пока Айше выводит из зала суда для освобождения, она спрашивает Ферит, верила ли она в то, что говорила в суде, или просто сказала это небрежно. Когда Ферит Айше говорит, что не скажет ничего, во что не верит, Айше говорит, что когда ты узнаешь правду в будущем, не извиняйся передо мной и уходит. Когда Эман и Бетюль приходят в их дом после свадьбы, они очень удивляются, увидев Ханде. Но Бетюль не хочет говорить, что они поженились, потому что Ханде находится в очень плохом психологическом состоянии. Когда Аднан спрашивает, вернулась ли Ихсан из-за границы во время разговора с Бедеей, Бедея не может сказать правду и лжет о том, что ее работа удлиняется. Но на самом деле Азаде Ханым дал Бедея две недели и хотел, чтобы он ушел так же, как ушел. Аднан Бей с подозрением относится к своей сменной медсестре, которая ничего о нем не знает. Яман и Бетюль переживают волнение своего брака. Бахтияр назначил Аднану новую медсестру и приехал сообщить об этом Яману. Эта медсестра готова делать все, что хотят Бахтияр и Яман. Айше выходит из тюрьмы, и Ферит встречает ее на выходе. Она хочет помочь Айше там, где она будет жить, но Айше очень реагирует на Ферит и не принимает предложения Ферита. После ухода Ферит Айше она думает о том, что сказала за ее спиной, и снова сомневается. Пытаясь связаться с Синаном Феритом, Азаде понимает это и спрашивает, почему он звонит ей, и она говорит, что она мой брат, позвольте мне позвонить. Азаде Ханым терпеть не может и узнает от Синан, где находится Ферит и что он делает. Аднанбей приходит к дамам Азаде со своей новой медсестрой. Аднанбей очень сердится, когда Бедия Азаде приходит, чтобы попрощаться с ними, чтобы покинуть особняк, забрав Зейтин из-за того, что на него наложила дама. Когда я говорю, не дурачите меня и расскажите, что случилось, Бедия извиняется перед Аднанбеем от имени Ихсана. Между тем, когда Синан говорит своему отцу, что Ихсан ограбил компанию, Аднан расстраивается и спрашивает Бедия, правда ли это. Новая медсестра звонит Яману и сообщает ему, что в особняке беспорядок. Аднан очень расстроен тем, что сделал Ихсан, но даже при том, что Бедия хочет уйти, Аднанбей не позволяет этого. Тем временем к нему приходит Аднанбей и говорит, что им не следует напрягать его и прогонять. Пока новая медсестра пытается успокоить его, массируя Саадето Аднана, приходит Синан и видит, что он массирует Аднана, и эта ситуация довольно странная. Ханде снова приходит на терапию, но говорит, что больше не хочет разговаривать и не хочет идти к психологу. Когда доктор спрашивает, почему, он думает, что не может ничего вернуть. Азади приходит в Цумрут и рассказывает о своих проблемах с Бедией и Ферит. Цумрут заявляет, что Ханде все еще не в порядке и что они находятся в сложной ситуации, из-за прекращения партнерства между Аднанамбеем и Хусейнбеем. Когда Азади Ханем выходила из дома Зумрут Ханем, она встретила Хусейнбей, но Хусейнбей не хотел иметь с ней дела. Однако дама Азади говорит, что теперь она является главой компании и что она хочет приехать и снова встретиться для работы, когда ее раздражительность закончится. Пока Айши подыскивает себе дом, за ней охотится Ферит. После того, как Айши снимает дом, Бедия звонит ей и спрашивает, как она поживает, а Мюге хочет поговорить с Айшей. Пока Айши любила цветы в саду своего нового дома, Ферит наблюдала за ней, и Айши заметила, пока Ферит наблюдала за ней. Ферит не оставляет Айши в этом доме, и когда он хочет купить другой дом, Айши очень злится и закрывает дверь перед ее носом. На встрече, проведенной в компании, когда Азади Ханем говорила с Ханде об гостиничном бизнесе и попросила своего отца Хусейна продолжить, Яман сказал обратное и сказал, что Хусейнбей не тот человек. Затем он говорит, что Синан отлично справляется с этой работой и сбивает с толку даму Азади. Как раз в это время Аднанбей настаивает на митинге и спрашивает Ямана, как Ихсан обманул его. Яман показывает видео, которое он снял, в качестве доказательства и признается, что скрыл его на случай, если вы мне не поверите. Азади приходит к Бе Дия и спрашивает ее, когда она уйдет, и если она не пойдет немедленно, она будет помогать горничным в доме, пока она не уйдет. Пока Ханде рассеянно сидит в саду дома, ей на память приходит дама Цумрут, спрашивает, как она, и обижается на свою мать. Позже Айше в гневе подходит к двери Ханде, показывает свои фотографии с Бахой и просит рассказать. Пока они идут навстречу друг другу, Зумрут Ам встает между ними и разделяет их. Когда Хусейн приходит к Бею и оскорбляет Айше, Зумрут Ханым заставляет его замолчать. Зумрут Ханым забирает Айше из дома и говорит, что она считает Айше невиновной и дает ей право. Когда Айше входит внутрь, дама Цумрут просит Ханде и Хусейн дать отчет. Хусейн Бе не выдерживает давления Зумрут Ханым и признается, что убил его. Зумрут Ханым очень рассерженно услышанным. Пока Ферит сидит у дверей сарая и думает, Яман подходит к нему и хочет поговорить. Однако, чтобы не говорил Ферит Яман, Ферит возмущается. Яман говорит Ферит, что они женились на Бетюле, и рассказывает ему, что произошло между ним и Ханде, и говорит, что я сделал все ошибки, потому что завидую тебе. Ферит говорит, что не может простить Ямана. В то время как Бахтияр говорит, что Яман – единственный ребенок, который будет поддерживать Аднана, Яман приходит к ним и пытается выяснить, о чем они говорят. Затем Аднан Бей приходит к Фериту в сарае и спрашивает его об Айше и хочет узнать. Аднан Бей, немного отдохнув, просит компанию вернуться к его работе. Но Ферит заявляет, что больше не вернется в компанию и что, если он не будет уважать это мнение, он настроит против себя своего отца Аднана. Когда Айше возвращается в свой дом, она очень рада видеть Бедею и Зейтина, ожидающих у ее дверей, и приглашает их войти. Бедея больше не может скрывать свою печаль, рассказывает, что их сан сделал с Аднаном и плачет. Ферит мечтает о моментах, когда они вместе с Айше и глубоко думают. Позже ему звонят по телефону, и он узнает, что картины собираются. Вот почему злился и злился на себя, Синан приготовил обед и пришел. Видя низкий боевой дух Ферита, Синан думает, что он реагирует и говорит, что мы будем сражаться и мириться, но не делайте этого. Затем, когда он видит картинки на столе, он думает, что они настоящие. Ферит говорит, что фотографии поддельные, что он несправедлив по отношению к Айше и что эти фотографии были сделаны Ханде. Синан просит его не отказываться от этого дела и продолжить исследования. Ферит очень зол на себя и думает, что все, что Айше рассказала ему о том, как он это сделал, могло быть правдой. Когда Аднанбей возвращается домой и говорит женщине Азаде, что видел Ферита и что ему плохо, они расстаются с Азаде. Медсестра Асаадет при каждой возможности приближается к Аднану и пытается достать его. Пока Айше кормит кошек перед своим домом, Ферит наблюдает за ней издалека. В это время адвокат, занимающийся бывшим делом Айше и Баха, обращается к Фериту и спрашивает, действительно ли они помолвлены. Хотя адвокат сначала не хотел этого говорить, когда он объяснил, что это повлияло на их брак, он подтвердил то, что сказала Айше. Ферит опустошен тем, что слышит. Когда Зюмрут Ханем узнает, что Айше обвиняется ни в чем, она разрывается между тем, чтобы сообщить о своей дочери, и нет. Когда Ферит звонит Ханде и приглашает его на ферму поговорить, Ханде убегает. Аднан Бей, который видит, что Бедия помогает готовить стол, просит его не делать этого. Позже, когда они просят его сесть за стол, он не хочет садиться и идет забрать Зейтина по настоянию Аднан Бея и Синан. Но Зейтин не хочет есть за этим столом, и в этот момент на дом Бедия появился покупатель, который намерен продать его, даже если он дешевый. Айше ищет работу и положительно отзывается о своем бизнесе по мойке посуды, поговорив со многими людьми. Как раз в этот момент к ней подходит Мюш и они говорят, что она так скучает по ним и обнимает их. Мюге разговаривает с Айше и со своим дядей Феритом, чтобы они могли попробовать еще раз, но Айше говорит им, что они не могут повториться. Азади Ханем звонит своему сыну Синану и спрашивает, что она забрала гостиничный бизнес у Хусейн Бея и что Синан будет управлять им Симоном. Синан Азади очень рад, что госпожа. Позже, когда он спрашивает, почему Ферит и Синан реагируют на Ямана, Синан отклоняет это как слишком амбициозное. Когда Синан сообщает об этом Фериту и спрашивает, что произойдет, Синан говорит, что Айше невиновна в инциденте с Баха и что Ферит страдает. Однако госпожа Азади в этом вопросе решительно настроена и говорит, что точно не возьмет Айше в особняк. И он сразу откладывает все свои встречи и покидает компанию с водителем. Когда Ханде приходит к Ферит, когда Ферит поражает ее ложью, которую она рассказала, Ханде говорит, что она не делала этого, не признавая этого, и отвергает все свои обвинения. Ферит говорит, что попросит Ханде дать отчет и увольняет ее. Как только Ханде покидает Ферит, она плачет и звонит Яману. Когда Айше идет в ресторан, где она подала заявку на работу, и говорит, что только что вышла, она не хочет его нанимать. Ферит подходит к двери Айше, но Айше нет дома. Когда Айше возвращается к себе домой, они встречают Азади Ханем. Она пытается заставить его подписать бумагу о разводе с Ферит. Айше не принимает эту бумагу, говоря, что она подпишет ее только по собственному желанию, когда захочет. Когда Ханде не может добраться до Ямана, она приходит в дом Ямана, видит там Бетюль и очень расстраивается. Когда Бетюль обижается на нее, Ханде идет дальше и рассказывает о своем прошлом с Яманом. Пока Ханде поносит Ямана перед Бетюлем, приходит Яман и объясняет Ханде, что они женятся. Ханде покидает место после того, что она услышала. С другой стороны, Яман обнимает свою жену Бетюле, которая очень расстроена после ухода Ханде, и утешает ее. Ферит идет перед дверью Айше, и в этот момент подходит Айше. Айше не хочет его слушать, но Ферит извиняется перед ним за все и хочет загладить свою вину. Айше, которая хочет загладить свою вину, говорит Фериту тама и говорит, что хочет отвезти его куда-нибудь. И они ходят вместе, держась за руки. Бетюль кладет деньги за дом, который она продала, перед Азаде и обещает заплатить остальное. После того, как Ханде покидает дом Ямана в слезах, она идет прямо к психологу. Айше приводит его к тому месту, где Ферит сделала ей предложение. Айше говорит, что Ферит обязательно примет и простит то, что он с ней сделал. Затем она оставляет шарф, который Ферит подарила ей в подарок, из сумки на ветру, а затем сбрасывает обручальное кольцо со скалы и говорит, что мы больше не связаны с вами. Ферит бежит за ним и обнимает его, говоря, что он никогда не оставит ее и любит ее больше всего на свете. Ханде идет к вершине конструкции и говорит, что она проиграла, а они выиграли, она снимает видео и отправляет сообщение Айше и Ферит. Тем временем господин Хусейн пытается отправить Айше в тюрьму, оказывая давление на адвоката. Когда Дама Зумруд слышит это, она звонит в полицию и сообщает об этом, но звонит психолог и говорит, что Ханде не употребляет наркотики и что она может привлечь внимание своим заявлением о самоубийстве. Услышав это, Дама Зумруд говорит, что Хнаде нет дома, и очень волнуется. Между тем, Ханде говорит, что очень любит Ферит, и что она ушла, и бросается с вершины конструкции. Пока Ферит планирует новую жизнь с Айшей, Айшей вспоминает его разговоры с Азади Ханым, раскрывает петицию, которую он подал, чтобы развестись с ней, и просит Ферит подписать его. Мы подошли к концу нашего видео. Вы также можете поделиться нашим видео со своими друзьями, чтобы они могли следить за тем, что произошло в Хартун. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.